Весенний призыв Дмитрий Валерьевич, вопросов много. 1 апреля, весело, стартовал весенний призыв, 15 июля завершится. Планы какие? В этот раз планы какие на весну? Наборы. В первую очередь планы у нас успешно завершить призыв. Вот вы так сразу в конец истории. У нас планы в первую очередь такие. А если говорить о цифрах, то мы должны отправить, вызовет на призывные комиссии порядка 18 тысяч призывников. Весной? Только весной, не за год? Нет, только у нас подлежит вызов 18 тысяч граждан. Это граждане, в первую очередь, которые пользуются право на отсрочку от призыва и которые подлежат освобождению от призыва. И порядка 3200 человек мы должны призывать на военную службу. Отправить войска для расслужбы. Три с лишним. Ну, каждого шестого. Как раз хотелось спросить, а остальные все куда? А остальные это вот те, кто отсрочка? Это отсрочки, отсрочки по учебе, по здоровью, по семейному положению, но и другие отсрочки, которые предусмотрены законно. А давайте-ка расскажем. Хоть вы мне до начала программы говорили, что этот вопрос очень обширный, что нам не хватит нашей программы. Ну, хотя бы тезисно перечислим. А кто претендует на эту самую отсрочку? Ну, я уже сказал, прежде всего это граждане, которые обучаются высших учебных заведений, средних, специальных учебных заведений. СУЗы тоже, да? Среднее образование тоже, пока не закончат. Они там учатся кто два года, кто четыре. До окончания учебы все эти ребята пользуются правом на отсрочку, призывы на военную службу для продолжения образования. Также в эту категорию уходит отсрочек. У нас, в связи с отсрочкой, если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья, такая категория годности, как временно негодные к военной службе ребята. Предполагается, что они со временем могут стать годными. Да, они могут вылечиться. Также большая категория – это граждане, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам. Это по уходу за престарелыми родителями, нуждающими в постоянном уходе, за больными родителями, нуждающими в постоянном уходе, за кто имеет двоих детей. Также пользуются правом на отсрочку аспиранты, обучающиеся в высших учебных заведений. Депутаты наши ребята, даже пользуются правом на отсрочку. Так они, наверное, никогда из нее не выйдут? Не знаю, по-всякому бывает. Некто заканчивает свои полномочия. Также граждане, которые у нас заняты посевных работах. Да, вот про эти экзотические вариации хотел я спросить. Ребята, кто на силе работает, теоретически закончил какой-нибудь сельхозтехникум и работают. А посевная? А на нас у посевная? Вот такой парнишка. Парнишка? Они поджарят призыв с 1 октября. С 1 октября. Когда и посевная, и уборочная, когда закончится. Да. А вот здесь такая категория, как это сельские учителя, предположим, у тех наоборот. Призыв начинается после окончания учебного года. То есть они сейчас у нас пойдут в войну. А городские учителя, молодые ребята? Нет, там сельские учителя. Неправильно сказал. Это граждане, это работающие в учебных заведениях. То есть они имеют право на срочку. Но это, опять же говорю, это сейчас не актуально. Это будет актуально. Они сейчас как раз подлежат призыву на военную службу. Чемпионат мира по футболу никак. Планы не сдвинул, компактнее их не сделал. Потому что если даже у студентов учеба заканчивается раньше, чтобы они поскорее освободили деревню универсиады, чтобы было куда селить гостей. А тут к нам 18 тысяч приедет разом в Казань, в тот военкомат. Ну, они приедут не разом. Во-первых, все ребята проходят непосредственно медицинскую комиссию. И призыв проходит непосредственно у себя по месту жительства. В военкоматах по месту жительства. А сюда к нам приедут только ребята, которые подлежат отправке войска. И то это все будет подсказать равномерно в течение почти трех месяцев. То есть у нас отправки начнутся где-то числа с 18 апреля. Апреля, первые отправки. И будут продолжаться аж до 15 июля. То есть в этот период мы должны будем отправить, как я уже сказал, порядка трех тысяч, более трех тысяч ребят. Поэтому все это никак не отойдется на чемпионат семьи, никаких проблем чемпионат мира нам в этом плане не создаст. И мы ему. И мы ему. То есть будете все планово. До начала программы мы запустили в интернете опрос для наших зрителей потенциальных. Мы спрашивали, вот сегодня, как вы считаете, служба в армии, это что? Это как, спрашиваем их. Их мнение. Ничуть не страшно. Тем более служить всего год. Ответило 28% наших телезрителей, посетителей нашего сайта. Каждый третий практически. Это потерянный год жизни, сказали четверо из десяти. И тоже так же каждый третий ответил. Теперь это необходимость, если хочешь работать в госструктурах после армии. Вот это похоже на истинную картину тех мнений, которые вам приходится на месте выслушивать. И последний пункт меня особенно интересует. Про необходимость, про госструктуру. Действительно, вот этот аргумент для многих важный. Я думаю, что мое личное мнение, и больше всего я сталкиваюсь с ребятами, когда с ним беседую, в силу своих обязанностей, это все-таки осознанная необходимость, как я говорю. То есть ребята понимают, что сейчас времена поменялись, государство стало крепким, ей нужны достаточно сильные личности, нужны подготовленные защитники. Поэтому ребята, в силу того, что это связано с их будущим, как вы сказали, государственная служба в том числе, они выбирают именно прохождение военной службы. Это интересно. Не только государственная служба. Ведь если устроиться даже в комическую структуру, в нормальную комическую структуру, государственные, скажем, монополии или какие-то даже серьезные комические организации, то прежде всего спрашивают, как у тебя обстоят дела с армией. Ну зачем им нужен гражданин, который бегающий от армии, который будет постоянно тревожить военный комиссариат, слать определенные письма руководителю предприятия, что он обязан обеспечить явку этого гражданина. То есть такие работники не нужны. Специфический работник, скажем так. А давайте послушаем, что буквально на днях говорил военный комиссариат Татарстана по этому поводу в том числе. И потом нам обязательно ваши комментарии понадобятся. Послушаем. Жестким критерием становится прохождение самой службы. Военный билет, есть два предназначения у него, в смысле двух направлений. А военный билет тому дается, кто послужил. Вот это настоящий военный билет, будем говорить. А и военный билет отдается еще тем, кто имеет законные основания по здоровью. И к такому военному билету тоже уже сейчас стали относиться по-другому. То есть человек должен пройти службу. То есть он в этой структуре силовой, у него здоровье для этого есть, а для прохождения армии нет. Поэтому вот весь вам ответ. И государство пошло навстречу этим ребятам. То есть он пересвидетельствуется. У него нормальное здоровье. Мы его ставим на воинский учет. Призываем на законных основаниях. Он проходит службу. И пожалуйста, все дороги для него открыты. Это вот я правильно понимаю, это одно из новшеств этого года. И речь о тех ребятах, которые вы говорите, был не совсем годным, но теоретически может подлечиться, стать годным. А подтолкнуть его для этого решения может как раз это желание в будущем работать в госструктурах и не иметь никаких вопросов. Ну, по поводу категории ребят. То, что я сказал, временно негодные. И ребята, которые имеют право на сочку от призыва на военнослужащие по состоянию здоровья, это совсем другая категория. А, это разные вещи. Да, это немножко другое. А вот мы говорим о том, как это было сказано военно-комиссаре республики, гениал Погодин сказал, в первую очередь, о тех ребят, которые... Во-первых, это ребята призывного возраста. 18-27. Да, 18-27. То есть, то, что говорится, это именно об этой категории ребят. Ребята были признаны ранее, были признаны ограниченными годами к военной службе. То есть, получили военный билет, освобождены от призыва на военную службу. Но сейчас, скажем, прежде всего технология и в медицине позволяет вылечить определенные заболевания и в том числе и стать годным к военной службе. Вот многие, не многие, а отдельные ребята считают, что они выздоровели и хотят, чтобы рассмотрели их изменения, их категории годности. И, прежде всего, изменения категории годности с целью последующего призыва на военную службу. Вот эти ребята должны, они пишут заявление соответствующее, приносят документы, подтверждающие, что они выздоровели, излечились. Военно-врачебные комиссии в военкоматах районах этот вопрос рассматривают. В случае необходимости направляют их на повторное обследование. В случае, если будет заключение этой комиссии положительное, имеется в виду сторону годности к военной службе, то эти призывники могут быть переданы из граждан прибывающих в запасе, категории, в которой они сейчас находятся, прибывающих в запасе, категории призывников. И дальше может осматриваться вопрос о их непосредственно призыве на военную службу. То есть в этой ситуации, да, как сказала военная комиссия республики, они могут уже дальше проходить службу. И, прежде всего, против службы вооруженных сил Российской Федерации, в силовых структурах рассматриваются уже дальше на какие-то, значит, если бы необходимость, уже и государственную, и муниципальную службу после прохождения той или иной службы. Это новшество этого года? Это новшество этого года. То есть принят закон о чем? Принято изменение в закон о воинской обязанности и военной службы, принято соответствующее изменение, и разрешили проходить вот это вот переосвидетельствование этих граждан. Историю вопроса не знаете? Инициатива откуда исходила? Снизу от тех самых желающих отслужить и уже трудоустроиться? Ну, смотрите, я же говорил, у нас изменились некоторые паритеты в государстве. И, соответственно, начали уже смотреть именно на службу. Проходил ты службу или не службу? Опять же я вернусь к тем же различным силовым министерствам, государственным учреждениям, тем же коммерческим организациям. Зачем нужен больной гражданин, который ограниченно годный к военной службе? Зачем он нужен этим руководителям? Им нужен здоровый, нормальный работник, который занимается спортом, который не будет болеть и приносить пользу обществу этой организации. В этом случае он и нужен, а другие не нужны. Вот я рассматриваю таким образом. И вот чтобы именно не ущемлять крова определенной категории граждан, которая действительно излечилась и хочет дальше быть уже полезным обществу, вот в такой степени. Мы наших телезрителей тоже приглашаем к нашему разговору. Звоните, пожалуйста, по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на экране, задавайте свои вопросы. У меня их много, но ваши тоже приму. А теперь предлагаю задаться вопросом про уклонистов. Вот они сегодня есть или нет? Потому что желание ребят служить и мотивы уже теперь понятны, ясны. Спокойствие, мам, мы об этом еще попозже поговорим, год всего служить. Испугаться не успевают. За время службы несколько раз сын в гости съездят. Это все понятно, эти, так сказать, моменты. А уклонисты-то остались, тем не менее, в процентном соотношении. Уклонисты, эта категория, ребята, она, наверное... Стабильная? Нет, она нестабильная. Она существовала и сейчас существует. Но, естественно, что категория достаточно меняется. Сейчас эта категория стала в разы меньше, чем была, скажем, в 90-е годы. Потому что изменился и порядок прохождения службы, и сроки службы, и условия прохождения службы. И, соответственно, то, что мы с вами обсуждали, интересы, да, вот с вами уже призывников к этой службе. И то, что мы с вами обсуждали, отношение родителей к этому, некое такое спокойствие внутреннее. Вот, кстати говоря, я предлагаю по этому поводу посмотреть репортаж наш из Альметьевска, точнее, из Саратовской области, куда ездили делегация из Альметьевска, родители, администрация городская. К ребятам, 38 или 36 ребят из Альметьевска, которые служат там, что увидели, на что внимание обращали, как детей кормят, где спят, чем занимаются. Сравится? Ну, это все надо служить, конечно. Это сок у нас с тобой сейчас. Они не виделись несколько месяцев с того момента, как попрощались на сборном призывном пункте. И ребята отправились служить. Сегодня немалое расстояние до воинской части преодолели сами родители. Парням повезло, они попали в подшефную для нашего города воинскую часть. Потому из Альметьевска приехала целая делегация. Кроме родителей, навестить ребят прибыли глава района Айрат Хайрулен, представители городских организаций и военного комастериата. Это огневой рубеж, даже в плоте того, что есть для БТР. Вот сегодня у нас стрельбы проводятся с военнослужащими батальонной охраны. Первая рота непосредственно прибыл, это военнослужащие приблизывали по контракту. Казарма, учебный класс, лазарет. За несколько часов осмотрели все. Спешили расспросить, чем кормят ребят, каковы бытовые условия и как проходит учение. Кое-что даже смогли опробовать сами. Знаю, что действительно наши дети, безопасности, да, действительно за ними есть и уход, и уважение со стороны командования. Я знаю, что здесь служить это достойно. Сегодня здесь служат 39 ребят, призванных из нашего района. На службу молодые люди не жалуются. Говорят, условия нормальные. Неожиданно все это. Столько радости они нам предоставили в этот момент. Были рады очень их видеть. Очень сильно захотелось домой. Услышали свой национальный язык, видели знакомых. Вспомнили все свое. С собой делегация привезла спортивные мячи, компьютер, проектор и экран, а также сертификат, по которому можно приобрести музыкальное оборудование. И чтобы подсластить армейские будни, 200 коробок чак-чака военные обещали, раздадут угощение солдатам за ужином. Вот так теперь почти повсеместно происходит. Есть понятие шефства, да, у города над частью или как? У нас в республике заключены шефские связи с 47 воинскими частями. То есть, да, порядка 2000 ребят за год мы отправляем под шефные воинские части. У нас звоночек в студии есть. Давайте ответим. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, вопрос есть у меня. Скажите, пожалуйста, какой курс молодого бойца, сколько месяцев составляет, и потом как распределяется по части, по интеллектуальному способностям, по физическому состоянию человека. И вот это призывание входит в течение года. Правильно я понимаю, да? Спасибо. Курс молодого бойца сколько длится? Как потом по итогу? Как правило, курс молодого бойца длится до месяца. То есть, это просто обучает молодого солдата, обучает первым азам военной службы, обучает уставам, старой подготовке, физической подготовке они проходят, первоначальной. После этого ребята распределяют по подозрениям. Вот по какому принципу этот человек спрашивал? По какому принципу? За этот месяц его уже рассмотрели, его способности разные? Давайте понимать, что если уже пришел призывник, пришел непосредственно в воинскую часть, то он уже пришел в определенную воинскую часть. Его уже в другую воинскую часть не отправляют. То есть, если он пришел, скажем, в десантные войска, то, соответственно, он там и будет служить. В каком подозрении? Единственное, может быть, в разве троте служить, может быть, или в обычном, в общем подозрении он может служить, или там, скажем, какие-то подозрения обеспечения. А куда хотят? А куда это в торстанские ребятки? Я до конца мысли закончу. Молодой человек сказал, что по каким принципам их распределяют, на что смотрят. В первую очередь, из общей массы, которых ребят мы направляем, смотрят на образование, наличие образования, военную учетную специальность. Если, конечно, при равном разделении, что в одну часть пришел гражданин, который имеет высшее образование и не имеет его, то, естественно, с высшим образованием пойдет на более интеллектуальную должность, а другой пойдет, скажем, на более простую. Это прежде всего. И второе, то, что если призывник до армии получил какую-то военную учетную специальность, или даже гражданскую специальность, он может быть именно распределен на военную учетную должность, именно с учетом этой специальности. А куда стремятся, куда рвутся торстанские призывники? Статистику свежую прочитал, сухопутные хотят военно-морское, ракетные войска. Наши ребята, как и везде, хотят первую очередь служить элитно. Хотят десантные войска, хотят спецназ, у нас пользуется способом Ченноморский флот, пользуется способом Балтийский флот. То есть большинство ребят выбирает себе, если уж служить, то служить в хороших войсках. Но, к сожалению, сейчас у нас, в принципе, в вооруженных силах нет плохих войск. У нас все войска интересные, все подделения интересные, потому что сейчас, в принципе, этот год, это год... 18-го имеете в виду? Нет, вообще. В принципе, это год службы. Год службы. Это год непосредственно боевой подготовки. Вот это раньше, которое бытовало мнение, что придет солдат в армию, он там лопатой копает. Нет, сейчас этого нет. Сейчас интенсивная боевая подготовка, чтобы гражданин получил военную учетную специальность. Оттуда уже вышел, подготовленный и смог спокойно находиться, мог находиться в мобилизационном резерве уже на гражданке и быть в случае необходимости уже мог применить свои знания. Если вопросы... У наших зрителей остались встречи, ликбесы, какие-то горячие линии, как обычно это бывает во время призыва, будут проходить? Прямо кратенько буквально, скажем, одним... У нас военные комиссары республики и уполномоченные по правам человека, они каждый призыв проводят в школу права и знаний. То есть разъясняют, ездят по районам, в один район едут, привлекаются еще оттуда 5-6 районов, и они там проводят встречи с родителями, с призывниками, на которых рассказывают, проводят ликбес. Либо горячая линия. Либо горячая линия во время призыва работает, у нас непосредственно в военкомате республики, телефонную 221-60-06. То есть мы готовы ответить на вопросы, но естественно, чтобы родители понимали, что это в рабочее время. Тоже какие-то проблемы возникнут, если у призывников, которые уже ушли непосредственно в армию, или какие-то проблемы с военкоматами возникают. Этот же номер? Тоже этот же номер. Пожалуйста, мы будем разбираться по каждому случаю. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время к нам прийти на важную, животрепещущую тему и с нами поговорить. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о весеннем призыве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова